Всем привет, с вами Иван Грешник и мы продолжаем играть в Mobile Legends. Ну что ж, сегодня у нас с тобой Хильда. Хильда это шикарный боец, по крайней мере была, когда я жестко играл на ней. Сейчас она чуть подубавила, наверное, но все равно. Я играл еще тогда, когда у нее были, видимо, стаки над полоской здоровья или под полоской здоровья, не помню. Там от ультимейта копилось, по-моему, у меня полосками. Урон. Сейчас такое убрали, сейчас уже ультимейт, по-моему, чуть-чуть порезан. Врать не хочу, говорю, что примерно помню, вот как-то так. Хильда это достаточно живучий боец, можно сказать, даже частично танк, имеющий интересную пассивку. При вхождении в вот такую травянистую поверхность, она прокидывает на себя щит, ну плюс здоровье себе восстанавливает. Вот можно увидеть перезарядку диких земель, то есть есть регенерация здоровья. Против нас выступает Фрея, это не очень хорошо, душнявый тоже герой, но Хильда, в принципе, может с ней бороться. Но, вот видите, вот здоровье пошло в восстановление. В кустах мы вообще файтимся прекрасно, но тут даже здесь, даже здесь Фрея по начале игры очень сильно нас душит и не дает нам жить. На поздних этапах мы все равно свое возьмем, ничего страшного. Взял я сейчас Хильду на урон, это странно и необычно. Берут ее, опять же, обычно в танка, то же самое, что и с Алдосом. Алдос обычно в сборку лучше любит в танка. Берет золотого крипа и берет его успешно, естественно. Пытается душить и делает правильно. Не дает мне фармить крипов, грамотно, молодец, но я все равно заберу свое. Чуть-чуть подлекаюсь. Вот тут делает ошибку тем, что крипа продвигает ко мне. Смотрю, что наши файтятся в массе, иду, наверное, на помощь, потому что надо помочь. Главное, чтобы не ухайдокали эстаса. Отлично, беру первого врага, вкачиваю второй навык. Отхожу назад, иду чистить линию. Госсена нет смысла трогать, он уйдет все равно от моей атаки. Пока у меня нет ультибейта, это бесполезно. Вообще, поначалу думал, что этот видеоролик будет про Теризлу, но увидел пик противника и решил остановиться на Хильде по одной простой причине. Хильда. А вот это я промазал, если что, автоатакой полетел в базу. Я хотел влететь в Госсена, но ладно. Так надо помочь, наверное, Тамузу. Тамуз тоже достаточно жесткий душнила, особенно под эстасом. В начале игры Тамуз тоже очень хорошо душит противника. Так же хорошо, как это делает Фрея. Что-то похожее на Халида, как в видеоролике я тебе рассказывал. Там примерно то же самое. Разница, конечно, есть, но незначительная. Мы видим, здесь у нас Джонсон. Кстати, неплохой скин трансформеров. Накидываемся. И ультимейтом, к сожалению, не добили. Килл ушел эстасу, но ничего страшного. Так вот, по поводу преимуществ Хильды. Даже несмотря на то, что у нее ультимейт порезали, и порезали давно, она все равно очень хорошо себя чувствует в плане урона. Обычно ее берут в танк. Естественно, в танк она живет титанически долго. Через кусты тем более. С регенерацией вообще это адская выживаемость. Но и через урон она может показывать страшные результаты. Потому что с ультимейтом и со вторым навыком получается весьма недурно. Да, ватная, но АДКшника выносить, как говорит, спокойно может. Так, ситуация накаливается. К нам пришел танк. Не знаю зачем. Почему-то решили продавить опыт вместе. Зачем? Не понимаю. Наши пользуются возможностью и забирают черепаху. Я напоминаю, это миф. Это миф слава. Миф ранг. И вот так вот Джонсон помогает Фрея давить линию опыта. Ко мне приходит Эстас. Увидел, что запахло жареным. Конечно, уже поздно. Скорее всего Фрея прячется в кустах, да? Нет, Фрея просто ушла. Фрея просто ушла и наплевать. Ну ладно, возможно у нее есть тактика, она ее придерживается. И да, у нее есть тактика. И она ее придерживается, действительно. Понимаешь? Хильда очень удобный герой. Вот для меня лично Хильда очень удобный герой. Он простой. Хильда от тебя не требует каких-то невероятных смешений. Единственное, чего она требует, это грамотно отступить в определенное время. Вот тут, к сожалению, мне придется бросить Эстаса. Потому что Эстас просто не вытянет масс-файт. И у меня не хватит урона пока. Лучше мы вот так отступим. И подождем, пока подтянется Томус, что он собственно и делает. Томус очень грамотно поступает. Мы вкидываемся, кидаем отцепенение, добиваем нашего товарища и пытаемся восстановить здоровье и уйти в закрытую. Да, мы, собственно говоря, и сделали. Отлично. Очень хорошая работа вместе с Эстасом. Эстас, Томус очень хорошо работают. У нас очень живучая тема. Тима хотел сказать, сказал тема. Ну ладно, и то, и то нормально. Очень живучая Тима получается. Даже несмотря на то, что Хильда в урон, если у вас есть перефарм, в целом чувствует на себя достаточно комфортно. Но, безусловно, в поздней игре вам доставят кучу неприятностей. Вражеский урон враги. Это лес, это стрелок. Как бы ты... Ага, вот это было рискованно. Молодец. Но промазал. Промазал. Хотел попасть, но не смог. Попробуем разбайтить фрей... А, меня спалили, ну да. Так, нет, 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 нет. Я, конечно же, не ворвусь. Я могу ворваться со вторым навыком и с ультимейта ее, в принципе, слить, но... Я не буду рисковать, пока не зайдут мои крипы на лайн. Заходят. Давай попробуем, давай попробуем, чисто. Отлично. Красиво вырубаем. Убираем. Не-не-не, отступи, 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 отступи. Отступи, не стоит. Спасибо большое. Очень хороший эстас, попался редкость. Очень хороший эстас. Да, всегда пожалуйста, молодец. Бывает, что берут эстаса и активно кормят противника, даже сами, если этого не хотят, но такое случается. Вообще, я пробовал эстасов танка, и весьма неплохо, можно одеть эстаса, и он будет спокойно танковать. Вижу, Джонсон влетает в нашего Валера сейчас, походу. Да, Валера влетает, надеюсь, эстас его выхилит. Пойду заберу керри, потому что керри может нас обойти очень вовремя. Ага. Ультимейтом, окаменение. И вот так керри выживает, выживает керри, невероятно. Выживает, и я, к сожалению, падаю. Да, щит не помог. Но забрал керри. Глупо, но сделал. Ладно, хорошо. Можно было, в принципе, и отпустить, и не наглеть, и спокойно дальше выживать. 4-1-3, смотри, 4-1-3. При этом у нашего Томуза 5-1-2. Идем хорошо. Поначалу Хильда, после получения первых урон вещей, крайне хорошо начинает дамажить по всем легкобронированным противникам. Лучники, стрелки, маги. Это все, что Хильда может чисто гипотетически забрать без активных каких-нибудь возможных защит. На что налетает ультой, то и снесет. Всегда помните об этом. Но и борзеть тоже не надо. В массе без защиты Хильда отлетает просто за секунду. Урон она принимает весьма-весьма хорошо. Надо всегда это помнить и держать в голове. Так, Томуза, да, пикает на Фрею. Пойду попробую ее вот тут перехватить. Я надеюсь, она будет быдлить. И она быдлит, и это прекрасно. Можем схитрить. Дать возможность Фреи пропушить и пойти под башню. Я ворвусь под башню. Хорошо. Отлично. Ага, ага, ага. Отлично. Вот тут, да, Фрей меня все-таки побеждает. Невероятно. И побеждает Томуза, смотри-ка. Ну, это опасность Фреи, да. Еще седьмая минута матча. Фрея, конечно же, еще на пике своей мощности. Но в поздней игре она потеряет в силе. Как это обычно бывает. Но Клинт пользуется возможностью. Пользуется он возможностью не зря. Получает золото вдобавок, прокачивается и делает килл себе. Хорошо. Нижний лайн пытается кэри продолбить. Но ничего не выйдет. Сейчас туда идет Эстас. Эстас ее притормозит. Клинт и я пойдем на помощь. Валер держится один против двух. Старается, старается наделать лайн. Но сейчас, походу, Валера заберут. Да, Валера забирают. Бедный Валер. Бедный Валер. Мы могли бы ему помочь, но нет. Мы не помогли ему. Не помогли. Это, наверное, Валер из прошлой катки, которого мы пытались спасти. Подожди, идет Джонсон. Надеюсь, он не увидел меня по карте здесь. И да, он меня не увидел. Не увидел. Представляешь? Отлично. Я снимаю кэри. Снимаю кэри. Да, снимаю кэри и опять падаю под башней. Но тут уже не было шанса. Я бы мог отступить. Но мог бы отступить в самом начале. Опять жадность сыграла свое. И полетел под башню. Не надо этого делать никогда. Но я это делаю. Я это делаю, потому что, ну, хочется. Знаешь, в конце концов, так мы занимаем АДКшника их. Немножко другими делами. И не даем в массу влезать. А тем временем у нас там с Эстасом и Клинтом делают свою работу весьма хорошо. А Валер держит мид. Хотя вот уже два крайних лайна упали. Но вот видишь, центр до сих пор стоит. Значит, маг все-таки хорошо следит за мидом. И пусть он дальше в мид смотрит с таким же абсолютно упорством. Наверное, надо помочь в центру. Хотя Джонсон, походу, приехал один. Странно. Что же он там делает? Один. Раз, два. Второй навык заблокировал. Не дам уйти. Хорошо. Так, очень плохо. Фрея нас прерывает. Госсен тоже подбегает сзади и вырубает. Проблема в том, что в позднем уроне нам не на кого рассчитывать. Кроме как на Клинта. И Клинт работает пока что неплохо. Но у него тоже будут свои проблемы с Кэрри. Возможно. И с Госсеном. Но Госсен тут пока шибко и активно не работает. И это радует. То есть Госсен такой более пассивный. Ага. Все уходит портом Луи. Видите, это настолько спокойно встало и стоит. Смотрит, как ее бьет Томус. Очень уверенный в себе чел. Видимо, знает, что делает, раз так спокойно уходит. Обычно кружат, знаете. Обычно кружат, сбивают. Но здесь Луи знают, что к чему. Поэтому отступают. У нас по фарму 5700. Самая максимальная у Кэрри 7300. Нет, самая максимальная у Луи 7700. Тогда тем более стоит бояться. Потому что мага недооценивать нельзя. Запомните навсегда. Отлично сбили мне ульту. Но это особо не помогло. Что мы втроем забираем их мага и танка. Танк пока не активничает. Забрали Лорда. Что-то я прошляпил и пропустил тот момент, когда Лорд забирают. С Фрея пока файтится. Я не хочу. И я пойду файтиться с Лордом. Отлично. Кэрри забирает низ, пока мы отвлеклись на Лорда. Хорошо. Но он отступает, видимо, под... А, смотрите-ка, она идет. Она идет к Эстасу. А я прошляпил, опять же, тот момент, когда ко мне подошли. Да, жестко. Жестко. Жестко, но возможно. Там Узни решается напасть. Потому что понимает, что его окружают. Решает отступать. Но уже в целом поздно. Ультимейт врубает. Идет на Фрею. Врубает ее. А Госсен... Что делает Госсен? Я не понимаю. Госсен стоит и смотрит, как Фреюс. Сносят в порошок. И, в принципе, Госсен падает сам под начиском Там Узни. Невероятно. Невероятное зрелище. Да. Было бы красиво, если бы Госсен в этой ситуации ей помог. Но, возможно, умения были в откате. Можно было бы, конечно, подойти и ударить Там Узни. Но Там Узни был зафиксирован на Фрею. Там Узни вообще опасно бить в ближнем бою в ультимейте. Правильно делал Госсен, что отходил. Потому что, ну, Там Узни восстанавливает себе здоровье. Кто не в курсе от атак под ультимейтом в ближнем бою. Клинту я помогать не буду. Я подчищу лайн. Клинт, в принципе, может уступить первую башню. Пока это позволительно. Иногда надо отступать. Сейчас я зря использовал Ускор. Меня могут окружить. Меня могут сейчас зажать в кольцо и слить. Но этого не происходит. Конечно, желательно бы в данной ситуации переодеть Хильду. Потому что мы живем мало. А живучесть очень важна и нужна в данном случае. Нам нужно много жить. У нас Эстас. Так, спокойно. Надо отступать. Очень вовремя отцепенения прокинул. Хорошо. Огромная ошибка с Джонсона. За что он поплатился резко же. Отлично работает у нас. И... Оп. Вот это красивый был мув от Госсона. Но все равно его это не спасло. И уходит маг. Отлично. Все. Прекрасно. Прекрасно протащили. Эстас может менять в свою пользу ситуацию на поле боя. И вот это прекрасный тому пример. Но противник тоже допустил ошибку. Они стали по одному влетать. Не влетели одной кучкой и толпой. И возможно это победа кстати. Смотри. Какая быстрая катка. Да, это победа. Все. Заканчиваем бой. Кидаем ультимейт в Фрею. И радуемся победе. Не показал тебе сборку. Сейчас я тебе отдельно выдвину на экран. Какая у меня была сборочка вот в этом вот моменте. Взял ее полностью на урон. Желательно конечно же в танк. В том числе вот в этой ситуации было бы тоже неплохо иметь сборку на танк. А Эстас бы спокойно меня хилил. Я бы спокойно держал урон. Особенно если бы мы вошли в кусты. Но и так хорошо играется. Бывает вот этой сборкой хильды можно разогнаться по киллам в самом начале катки. И выйти в победу. Так увлекся боем, что совсем тебе забыл рассказать о первом скилле. Первый скилл представляет из себя не только ускорение, но еще и усиление базовой атаки. Также резкое сближение с противником. Вот например видишь нам надо подойти при базовой атаке. Базовая дистанция весьма близкая. Если мы активируем навык, она как бы наскакивает на противника чуть-чуть дальше ее базовой атаки. Можешь обратить на это внимание, да. Есть определенный промежуток чуть больше, чем при приближении базовой атаке. Есть какой-то прыжок, который она совершает такой краткий. Плюс автоматически еще вдобавок к этому она замедляет противника. Второй навык позволяет тоже сблизиться с целью. Также и оттолкнуть цель при второй атаке, по-моему, если я не ошибаюсь. И память мне не изменяет. И вторая атака здесь действительно урон окружающий... А, отталкивает. Третья атака у нас получается делает толчок. Такой вот слабый. Ну и естественно сам ультимейт он оглушает и наносит дополнительный урон. Видишь, вот такой вот он адский. И вот на этом мы с тобой заканчиваем. С тобой был я, Ван Грешник. Подписывайтесь на канал, чтобы поставить лайк. Увидимся в следующих сериях и в следующем... В следующем видеороликах, в следующей игре. Пока.